Дорогие будущие генерации, Я думаю, я говорю для остальных, когда я говорю «Просту». «Просту, что мы оставили вас с нашими мастерами планеты». Я думаю, что вы, наверное, знаете это как «Амазон-дезерт». Правда? Ну, верно или нет, это было once называно «Амазон-район», и там были миллионы дерева, все они красивые, и... О, вы не знаете много о дереве, да? Этот видеоролик в свое время разошелся по всему миру. Вот и для приморских ученых из биологопочвенного института ДВОРАН он стал своеобразным лозунгом в борьбе за лесной фонд Приморья. «Не дайте уничтожить уссурийскую тайгу». Так озаглавлена петиция, которую составили научные сотрудники, адресовав ее не кому-то, а губернатору края. Глядя на аэрофотосъемку и полевые материалы, привезенные ими из самого сердца редеющей тайги, даже самому закоренелому скептику и конспирологу придется поверить. Разрушение лесной отрасли уже на пороге, и последствия коснутся всех, ведь ученые уверены, Приморья в тренде мировых климатических изменений. «Каждый человек, живущий в нашем крае, просто почувствует это. А поскольку климат, он становится во время вот такой перестройки, он становится, ну как, холеричным, хаотичным. То есть то жарко, то холодно, то много осадков, то мало осадков. Ведь последние два года как раз мы это и чувствуем». Статье, что публиковала Ольга Ухваткина и ее коллеги-ученые, в одном из местных СМИ отмечается, что тревожные климатические события, например, таяние ледников, происходят далеко от Дальнего Востока. И поэтому жители Приморья могут подумать, что беда, а войсда обойдет их стороной. Однако ученые имеют доказательство тому, что количество и сила тропических циклонов, которые у нас принято называть тайфунами, лишь продолжат нарастать. Достаточно вспомнить недавние события, например, злосчастный Лайон-Рок. «Раньше они максимальную силу набирали где-то в районе Кореи и Японского моря. А сейчас, поскольку климат меняется, становится, океан нагревается в северных широтах, и эти максимальная масса вот этого тайфуна будет все чаще набирать конкретно на нашей территории». Впрочем, чаша весов может качнуться и в другом направлении, что обернется все более частыми засухами, ранним таянием снега весной и, как результат, лесными пожарами. На этом графике приведена статистика по температуре в мире за последние 500 лет. Здесь отчетливо наблюдается взаимосвязь между деятельностью человека, как строителя современной цивилизации, с ее городами, заводами и машинами и общим изменением температуры в мире. «Мы сейчас активно очень осваиваем нашу территорию, наш лесной край. Здесь развита очень лесозаготовительная утрасель, и весь наш лесной фонд сейчас находится практически в аренде. А лес – это самый главный, ключевой регулятор климата на земле». Впрочем, ученые и биолога почвенного института готовы предложить решение проблемы, пусть пока и частично. «Во-первых, нам нужно менять наше представление о лесопользовании. Долгое время у нас было так называемое, и сейчас это продолжается, экстенсивное лесопользование. Это когда лесозаготовитель приходит на новый участок, забирает оттуда лес и идет на следующий участок, где есть еще что забрать». После такой бизнес-модели, вырубленной и не имеющей возможности самостоятельно восстановиться лес, понемногу исчезнет с карты Приморья. «По разным оценкам разных специалистов, деловой довесины такого хорошего леса в Приморском крае осталось всего на 5, максимум, может быть, 10 лет. Это самый максимум. А вообще прогнозы – это 3-5 лет». Решение, говорят эксперты, лишь одно – создание так называемых лесных плантаций. «Это будут посадки каких-то определенных видов деревьев, которые нам нужно, допустим, вырасти. Все зависит от того, какая цель будет поставлена. Какие-то виды, например, ясень, тополь можно выращивать для того, чтобы получить быстро хорошую древесину. Какие-то другие виды, например, тот же кедр, можно будет выращивать для того, чтобы заготавливать орех или еще что-нибудь». Получается, что лесовыращивание – это пока единственный возможный путь долговременного сохранения и развития лесной отрасли. И если проблема будет услышана сейчас, пусть даже на уровне региона, то все еще сохраняется возможность и главное время, чтобы начать ее решать. Если же нет, в конечном счете может пострадать каждый житель края. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.